Старые проблемы не находят решения. Водители спецавтотранспорта обращаются к жителям города с тем, чтобы они подъезды к мусорным площадкам не превращали в автостоянки. Подробности у Ирины Потехиной. Ну вот, подъехали, и как обычно, как всегда, невозможно подъехать к контейнерам. Опять надо будет ездить кругами, задом ездить, чтобы можно было подъехать к контейнерам. Вообще-то на задней передаче в жилой зоне спецтранспорту нельзя, но другого выхода у водителей мусоровозов зачастую нет. Можно, конечно, оставить все как есть и уехать до следующего счастливого случая, когда автомобилисты разъедутся и освободят поступы к площадке. Но тогда место для бытовых отходов очень быстро, вы даже не представляете, насколько быстро превратится в мусорную свалку. С этой проблемой водители спецтранспорта сталкиваются ежедневно почти в каждом городском дворе. Улица Джержинского, улица Ленина, улица 40 лет Победы, Цоя, Высоцкого, можно сказать, центра города. Она нарастает и не решается. Из года в год автомобилей становится все больше и больше во дворах. Естественно, им надо куда-то машины припарковать, а мест для всех не хватает. Я уже смотрю, и школьники уже скоро будут ездить на автомобилях, и куда мне эти машины будем ставить, вообще непонятно. Контейнеры в центре города выгружать положено два раза в день. Первый рейс по первому кругу у мусоровозов начинается в 7 утра, и когда он закончится, предугадать невозможно. Ведь даже просто проезда к площадке недостаточно. Стрела, которая поднимает емкости, отходит от машины метра на полтора-два. Да и сам грузовик – это не малолитражка. Емкнуть в небольшой зазор между машинами на нем не получится. Управляющие компании тоже знакомы с ситуацией. Устанавливают возле площадок таблички с просьбой не загораживать проезд. Но результата такая мера не дает. Может, закон какой-то все-таки должен вступить в силу, или, я не знаю, раньше в советское время все-таки у нас стояли знаки. Остановка запрещена в районе контейнерных площадок. Вот так. Было, да. А потом, с приходом демократии так называемой, у нас почему-то это все отменили. Это уже посчиталось всеобщей такой территорией, где можно останавливаться. Потому что мы не раз обращались к ГАИ, так скажем так. Они говорят, мы не имеем права за это, никого привлекать к ответственности. Особенно меня пугает строящийся восьмой микрорайон. Я даже не представляю, как это все будет выглядеть. Потому что сами видите, что сейчас у нас в городе делается, что очень затруднен подъезд к контейнерным площадкам. Вот, поэтому даже не знаем. В общем, говорят специалисты НСАТО, пока отрегулировать этот вопрос сверху не получается, выбор остается за жильцами многоэтажек. А он невелик. Либо двор превратить в автостоянку, либо в мусорную свалку. Либо все-таки пойти на компромисс и оставить место для проезда спецтранспорта. Ирина Подехина, Виталий Харченко. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова